И вот мы же видим, например, на сегодняшний день любой человек, он на самом деле берет какой-то блогер, начинает Ур'ан, например, толковать, начинает, как он сам этого понимает. Когда во время пророка, саллилла вау саллим, был такой случай, что пророк, саллилла вау саллим, своему двоюродному брату, ибн Аббасу, радия Аллаху, он дуазделу. Ибн Аббасу, радия Аллаху, вроде бы, сподвижник, двоюродный брат пророка, саллилла вау саллилла вау саллим, с ним вместе, который был, неужели его религии, его понимания религии не было достаточно, пророка, саллилла вау саллилла вау саллим. Но, видите, этого, то, что было недостаточно, он ему дополнительные понимания просит. И, когда время, когда прошло, уже когда не стало посланника Аллаха, саллилла вау саллим, не стало Абу Бакра, радия Аллаху, у Умара, радия Аллаху, был такой обычай, больших сподвижников, тех, которые участвовали при битве Бадры, которые принимали, самыми достойными, он сидел, круг делал, сидел, с ними общался каждый день, и там участие принимал Ибн Аббас, радия Аллаху. Он очень молодым был относительно тех других больших сподвижников. И в тот момент этим сподвижникам не нравилось, что вот этот молодой человек, он принимает участие в этом аджесе. И они как-то раз возразили, Умар, радия Аллаху, почему Умар, этот человек, молодой, он говорит, нам сыновья годится, он говорит, с нами, говорит, в одном кругу сидеть постоянно. И тогда Умар, радия Аллаху, он говорит, ничего я не сказал. Он просто сказал, вы знаете, говорит, какой он человек, и все. И через некоторое время, когда в один из них, когда вот так вот в кругу сидели, Умар, радия Аллаху, чтобы показать степень Ибн Аббаса, радия Аллаху, его понимание религии, он вопрос задает специально. Это всем сподвижникам, которые там сидели, что говорят? Вы скажете о суре, где Аллах говорит, бисмилляхи рахману рахим, ида джа анасураллахи вал-фатх, вара айтаннаса я дхулюна фи дине ляхи афуаджа, фасаббих бихамде раббика вастагфирх, биннавуканат таваба. Вот эта маленькая сура, что вы о ней скажете? Какое у вас понимание? Тогда эти сподвижники говорят, когда, говорит, Всевышний Аллах даровал победу пророку, саламу, и даровал ему Мекку, это было просто взятие Мекки, Аллах говорит, поскольку Аллах тебе это дал, ты, говорит, шукру дилай, и тавба дилай, попроси у Аллаха прошение, и потом говорит, шукру дилай, тасбих дилай, говорит ему. И тогда он говорит Ибну Аббасу, ты как думаешь, у тебя какое мнение? Он говорит, это, говорит, не так, как они говорят. Эта сура, говорит, была, говорит, послана вместе с знаком о смерти пророка, саламу, алейху, салям. О, О, Мухаммад, твоя смерть приближается, поэтому готовься к смерти. Вот что, говорит, это означало. И Умар, радия Аллаху, говорит, я тоже, говорит, не знаю иного мнения об этой суре, кроме как вот этого мнения Ибну Аббаса, радия Аллаху, и тогда у сподвижников вопросы закончились. Вот такая вот сложная наука, это религия. Редактор субтитров А.Семкин